Важные расходы. В закон о городском бюджете внесут изменения. Общий объем расходной части бюджета 2021 года увеличится на 21,9 миллиарда рублей. На какие еще цели в этом году пойдут новые расходы и как изменится доходная часть бюджета? Новая канализация на проспекте Гагарина. Какие работы уже выполнены? Все основные сети канализования уже сделаны, колодцы смонтированы возле квартирных жилых домов. Когда заработает система? Сколько прослужат новые трубы? И что думают об этой стройке местные жители? Наказаны рублем. Вандалы, подкурившие от вечного огня у памятника примирения, заплатят денежный штраф. Суд принял решение. Живые оползни. 16 из 20 наиболее опасных участков Севастополя сейчас в активном состоянии. Кто следит за ситуацией? Мониторингом опасных экзогенных геологических процессов мы занимаемся с 2019 года. Как исследует Севастополь под землей и в воздухе? И куда потом поступает вся собранная информация? Севастопольские таланты. Второклассник из нашего города выиграл конкурс инноваций Сколково. Электропоезд в будущем, который двигается на солнечных батареях. И электромагнитном поле. Как Артем придумывал свой проект и что планирует сконструировать в будущем? В России новый максимум смертей от коронавируса. За сутки погибли 1159 человек. Почти полтора миллиона россиян на сегодняшний день являются носителями вируса и проходят лечение. Из них 60 тысяч – это дети. Увеличивается количество заболевших среди беременных. Вирус продолжает мутировать. Ускорилось развитие тяжелого течения заболевания. В Севастополе ситуация также усугубляется с каждым днем. И снова антирекорд. Опасный диагноз подтвердился у 345 жителей города. Врачи не смогли спасти 13 человек. В Крыму тоже снова антирекорд. Плюс 681 случай за сутки. В больницах республики дополнительно развернуто почти 5000 мест для ковид-пациентов. Количество людей в тяжелом и критическом состоянии увеличивается. На полуострове продолжается массовая вакцинация от коронавируса. В Севастополе сделать прививку можно в поликлиниках по месту жительства или в мобильных пунктах. Они развернуты в торговых центрах Мусон, Апельсин и Симол. Пункты на площадях Нахимова и Захарова переходят на круглосуточный режим работы. Где не потерять время в очереди в пунктах вакцинации, поможет узнать чат-бот. Он разработан Центром управления регионом совместно с волонтерами. Открыть его можно в Телеграме или Вайбере. Бот покажет не только ближайшие пункты, но и где меньше всего людей. После нажатия кнопки «Старт» Бот предложит выбрать район, а далее пункт вакцинации. Выбрав ближайший, появится информация о количестве людей в очереди и вакцин, которые есть в наличии. А также режим работы. Удобный помощник уже оценили севастопольцы. С 30 октября на въезде в Севастополь заработают пункты пропуска. Всего их будет 8. 7 на автомобильных дорогах и 1 на железнодорожном вокзале. Они будут работать круглосуточно. Дежурить на них будут полицейские, казаки и народные дружинники. Всего около 200 человек. В город смогут попасть только те, кто предъявит QR-код о вакцинации или справку о перенесенном коронавирусе в течение последних 6 месяцев. Периметр блокпостов в этом году расширили. По вопросам их работы жители и гости города могут обратиться круглосуточно в Севастопольский ситуационный центр. Телефоны горячей линии 1563 и плюс 7 8692 41 76 00. Дополнительные пункты контроля будут развернуты у нас на выезде из села Орлиное. И по трассе Ялта-Севастополь это мыс Сарыч, кафе Домир. И также с северной стороны дополнительный пункт контроля будет село Андреевка и, соответственно, село Вишневое пункты контроля. Тем самым полностью все населенные пункты и все граждане города Севастополя, проживающие во всех населенных пунктах, будут передвигаться без ограничений. Задача таких пунктов контроля – уберечь людей от риска заражения и проконтролировать потоки въезжающих. Так, по крайней мере, можно будет спрогнозировать дальнейшее развитие событий. Я с уважением отношусь к гостям. Мы всех ждем. Но есть условия посещения города Севастополя. Это QR-код о вакцинации или справка о перенесенном заболевании. Поэтому давайте будем ответственно относиться к себе, к своему здоровью. И все-таки воспользуемся этой неделей, чтобы ситуация в целом в Севастополе при ней специализировалась. Тяжелые меры, тяжелые времена. Потому что, к сожалению, сейчас мы находимся в ситуации, в которой, если она продлится еще, скажем, неделю при уровне заболеваемости 345 и выше, мы можем остаться вообще без медицинских организаций по другим видам оказания помощи. Оставить только ковидное отделение, потому что физически ни помещений, ни коек, ни докторов не хватает. Поэтому я считаю, что мера адекватная, своевременная по прекращению поездок. Вице-губернатор Алексей Парикин сообщил, Расходы городской казны за 9 месяцев 2021 года должны увеличиться на 21 миллиард рублей и составят 76 миллиардов. Часть денег идет на выполнение поручений президента по капитальному ремонту школ города. Другая часть заложена на жизненно важные для города мероприятия. В том числе на приобретение лекарственных препаратов для тяжелобольных, на погашение кредиторской задолженности по государственным контрактам учреждениям здравоохранения, обеспечение дополнительной потребности выдачи молочной кухни, на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт 10 образовательных учреждений в рамках поручения президента Российской Федерации, на предоставление субсидии ГУПСЕФ электротансу для оплаты ремонтных работ пассажирского парома «Адмирал Истомин», для обеспечения условий софинансирования при получении межбюджетного трансферта из федерального бюджета для приобретения 17 жилых помещений жителям осажденного Севастополя, для обеспечения обязательств Франска в конституционное соглашение, это чисто техническая поправка, в доходной части предусмотрена, сейчас предусмотрим ее в расходной части, и 207,6 миллиона рублей долговые обязательства города Севастополя. К 2025 году количество резидентов в свободной экономической зоне Севастополя должно возрасти до 500 с небольшим. Такой прогноз дал глава Департамента экономического развития Денис Профатилов. Депутатам он представил информацию о работе структуры за 2020 и 2021 годы. Сейчас резидентов в свободной экономической зоне города более 350. В Севастополе она начала действовать в 2015 году. Ее резиденты освобождаются от уплаты налога на имущество на 10 лет, земельного налога на 3 года и ввозных таможенных пошлин и налогов. Прогнозируется, что к 2025 году общий объем инвестиций всех резидентов составит более 42 миллиардов рублей. Будет создано 6000 рабочих мест. Отрасли, промышленность, строительство, сельское хозяйство, туризм, торговля, транспорт и логистика. В настоящий момент ведется работа совместно с Минэкономразвитие по запуску программы льготного кредитования участников СЭС. Процент по кредиту в размере ключевой ставки Центробанка РФ, который в настоящий момент составляет 7,5%. А также по внедрению инструментов, которые позволят нивелировать санкционные риски для крупных российских компаний, планирующих инвестировать в рамках СЭС. Так называемые особые административные районы. Кроме того, назвали крупнейшие проекты развития промышленности Севастополя. Это создание судоремонтного и судостроительного кластера. Основные предприятия, которые в него войдут, это Севморзавод и 13-й судоремонтный завод. По проекту планируется создать 2200 рабочих мест с инвестициями в 10 миллиардов рублей. Напомнили и о создании индустриального парка Гераклит, который должен заработать в следующем году. Туда планируют зайти 29 резидентов. Городские власти рассчитывают создать 1500 рабочих мест и привлечь 6 миллиардов рублей вне бюджетных инвестиций. Рассказали и о действии нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». За последние два года севастопольским предприятиям удалось заключить 18 договоров на сумму 28,5 миллионов рублей. По соглашениям город экспортирует обувь, световое оборудование, теплообменные аппараты, косметику, бытовую химию, рыбу и варенье. Сотрудничество налажено с такими странами, как Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Тайвань, Таиланд и Венгрия. Всего же по общему объему экспорта в 2020 году было заключено контрактов на сумму более 300 миллионов рублей. Но и, безусловно, существенным барьером сегодня для развития экспортного потенциала нашего региона является санкционный режим. Мы это понимаем, и наша задача создать максимально комфортные условия для деятельности наших экспортеров. Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию мандаринов турецкого производства, так как в них обнаружили пестициды. Далее другие новости дня. Госдума приняла в первом чтении законопроекта про длини дачной амнистии на 10 лет. Закон предполагает возможность легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу градостроительного кодекса на неоформленные в собственность земле. Кроме того, владельцы дач смогут без ограничений совершать сделки со своими участками и передавать их по наследству. Новым детским уполномоченным по правам ребенка стала многодетная мать и жена священника Мария Львова-Белова. Она вместе с супругом воспитывает девятерых детей, родных и приемных. Занимается общественной деятельностью, член общественной палаты России. К исполнению своих обязанностей Мария Львова-Белова приступит в ближайшее время. Решение по скифскому золоту – это узаконенный грабеж, заявило Российское историческое общество. Во вторник апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В Российском историческом обществе с этим решением не согласны и будут подавать на апелляцию. Российские военнослужащие передают кислород медикам и медучреждениям регионов России. Центральный военный округ отдал 8 тонн для Курганской и Кировской областей. Черноморский флот – 10 для Крыма и Севастополя. Отмечается, что боевая готовность от этого обеих военных баз не пострадала. В Севастополе создадут дополнительно 91 место для торговли продуктами. В городе появится 62 места торговли для местных сельхозпроизводителей. Еще около 30 НТО будут доступны по договорам аренды. При этом губернатор Михаил Развожаев отметил, что нельзя допустить появления на местах торговцев-перекупов. На проспекте Гагарина завершается строительство канализации. Готовность объекта – 95%. Работы идут с опережением сроков. Новые сети планируют запустить в ноябре этого года. К ним подключат 10 жилых домов. Подробности в сюжете. Выгребные ямы, неприятный запах и антисанитария. Такая нечеловеческая среда долгие годы окружала жителей двухэтажных домов на проспекте Гагарина. О центральной канализации здесь могли только мечтать. Ее здесь никогда и не было. Практически чудо случилось этим летом. На улице появились рабочие. За несколько месяцев они уложили больше двух километров канализационных труб. Изначально планировалось подключить к центральной системе восемь домов. Но по просьбе местных жителей коммуникации прокинули еще к двум. Основная проблема была то, что количество абонентов, которые было запроектировано, по факту отличается. Все сейчас монтажные работы, которые были запланированы, уже они выполнены. Подведены к выгребным ямам колодцы. Сейчас готовится, я говорю, перед подключением абонентов. По словам директора департамента капитального строительства, несмотря на увеличение объема работ, их стоимость не изменилась. Как и планировалось, на все потратят 6 миллионов рублей. Мы уже на 95% все работы выполнили. В ближайшее время планируем их завершить. И уже в последующем мероприятиями горхоза здесь предусмотрено полное благоустройство территории и асфальтирование. Соответственно, сейчас подрядчики закапывают все траншеи, завершают уже технологическую подготовку к переподключению. И следующим этапом уже территория будет благоустраиваться. Окончательный порядок во дворах еще не наведен. Но уже сейчас, говорят местные жители, находиться в них намного приятнее. Здесь было дискомфортно, здесь очень много было нечистот, были неприятные запахи. Сейчас после ремонта уже хорошо, не пахнет. Да, здесь были беливые. И надеемся, что будет еще лучше, когда докончат этот ремонт, будут сделаны дороги. Насаждение восстановимся. Все будет хорошо. Мы, естественно, довольны. Наконец-то дождались, что все-таки приведут двор в порядок, сделают красоту. Тут, в принципе, то, чего нам не хватало всегда. Владислав Ивенин, Александр Тарасенко. Новости Севастополя. Наш выпуск продолжается. И вот о чем расскажем далее. Наказаны рублем. Вандалы, подкурившие от вечного огня у памятника примирения, заплатят денежный штраф. Суд принял решение. Живые оползни. 16 из 20 наиболее опасных участков Севастополя сейчас в активном состоянии. Кто следит за ситуацией? Мониторингом опасных экзогенных геологических процессов мы занимаемся с 2019 года. Как исследует Севастополь под землей и в воздухе? И куда потом поступает вся собранная информация? Севастопольские таланты. Второклассник из нашего города выиграл конкурс инноваций Сколково. Электропоезд в будущем, который двигается на солнечных батареях. И электромагнитном поле. Как Артем придумывал свой проект и что планирует сконструировать в будущем? Подростки, которые прикурили от вечного огня в карантинной бухте, заплатят за свой поступок по 5000 рублей. И навсегда получат статус имеющих судимость. Такое решение принял Ленинский районный суд Севастополя. Громкий инцидент случился в конце августа. Двое молодых людей решили подкурить сигареты от вечного огня мемориала. Их подруга снимала все на видео. Она же и выложила кадры в социальную сеть в расчете на лайки. Но получили подростки не одобрение, а осуждение и статьи. Сначала административную за хулиганство, а потом и уголовную. Несостоявшиеся блогеры извинились за свой поступок и даже провели уборку территории мемориала. Но от судимости это не спасло. К другим темам. 16 из 20 наиболее опасных оползневых участков Севастополя сейчас находятся в активном состоянии. К такому выводу пришли сотрудники территориального фонда геологической информации. Ежегодно 4 раза в квартал специалисты проводят проверку объектов, следят за их состоянием и составляют прогнозы активности. Чем еще занимается ведомство и для чего важна их работа? В исследование подземного Севастополя погрузилась и наша съемочная группа. Осень и весна. Идеальное время для схода грунта. По словам экспертов, именно на эти периоды года чаще всего приходятся обвалы в нашем регионе. Виной тому штормы, осадки, а иногда и человек. Так, к примеру, причиной сентябрьского оползня на мысе Толстой стала не природная прихоть, а постройки, возведенные с нарушениями. Здесь в разрезе присутствует рыхлообломочное отложение. Это пески и глины. Централизованного водоснабжения на участках нет. Сброс точных вод производится прямо в выгребные ямы, из-за чего склон замачивается и активизируются опасные процессы. В настоящее время в Севастополе зафиксировано 162 оползневых участка. За самыми активными, их около двух десятков, следят сотрудники отдела территориального фонда геологической информации. Они контролируют опасные объекты и прогнозируют возможную активность. Мониторинг мы осуществляем посредством ежеквартальных инженерно-геологических обследований. Это как визуальное обследование с GPS-привязкой, так же мы используем коптер, гексокоптер мультироторного типа, что позволяет нам получать снимки хорошего разрешения, так же с GPS-привязкой на местности. Исследования проводят не только с воздуха, но и под землей. Там специалисты ведут работу по изучению подземных вод Севастополя. Цифры, которые появляются на экране, это показания по уровню и температуре воды в самой скважине. По словам экспертов, более 40% воды в Севастополе, что доходит до потребителей, добыта из подземных источников. И важно следить не только за ее количеством, но и контролировать качество. Для этого ежеквартально специалисты снимают пробы и проводят анализ подземных городских вод. В нашем ведении находятся 11 наблюдательных скважин, 4 из которых оборудованы автоматическим гидрогеологическим постом, которые производят замеры 2 раза в сутки. Это по уровню и температуре воды. Мы проводим исследования 4 раза в год. То есть по проекту, который мы подготавливаем на следующие 3 года, также будет проводиться 4 раза в год на 34 компонента химических. Это все сбор, анализ, накопление и дальнейшая интерпретация воды для дальнейшего прогноза состояния, качества. Сейчас ситуация стабильна, как по количеству, так и качеству подземных вод. К такому выводу приходят специалисты, наблюдая за ситуацией на протяжении уже нескольких лет. Проводить полевые исследования начали в 2019 году, сразу после того, как был сформирован территориальный фонд Севастополя. Отдел ведет работу по двум направлениям. Это ведение территориального фонда геологической информации и работа по мониторингу состояния недр города Севастополя. Они делятся на работы по мониторингу за состоянием опасных экзогенных геологических процессов и работы за состоянием подземных вод на территории города Севастополя. Всю информацию специалисты передают департаменты градостроения, общественной безопасности, природных ресурсов, МЧС. Также благодаря этим данным формируется генеральный план застройки и землепользования Севастополя. Алевтина Игнатьева, Дмитрий Сидоренко, новости Севастополя. Севастопольский школьник стал победителем детского конкурса инноваций «Сколково». Артём Тодоров представил лучший 3D-проект среди участников от 7 до 10 лет. В чём суть его работы и чем живёт юный талант, расскажет Валерия Нечпал. Я делал на праздник проект 75-летия войны. Второклассник Артём Тодоров к учёбе относится очень серьёзно. Мальчик занимается не только в школе, но и дома. Ему нравится изучать всё новое и непонятное. Он ребёнок всесторонне развит. И, конечно, у него много любимых предметов. Интересуется он всеми науками, но информатику он выделил для себя приоритетом и развивается. Очень хорошо, что родители поддерживают интересы ребёнка. Родители не только поддерживают, но и помогают. Например, мама недавно увидела, что проходит детский конкурс инноваций «Сколково» и предложила сыну поучаствовать. Тот, не задумываясь, согласился и за пару дней подготовил проект. Электропоезд будущего, который двигается на солнечных батареях и электромагнитном поле. По проекту электропоезд может разгоняться до 700 км в час. Будет оснащён самой современной техникой и иметь всё необходимое для безопасного передвижения. Мне очень нравится 3D-моделирование, потому что можно создать что-нибудь, а потом это воплотится в реальность. Я хочу создать реактивную машину, которая будет ездить на двух колёсах. Сам Артём мечтает в будущем стать дрифт-гонщиком. Юный инженер планирует смоделировать реактивную машину в ближайшее время. И надеется, что его проект когда-нибудь станет реальностью. Валерия Нечпал, Александр Тарасенко. Новости Севастополя. И вот ещё одна тема выпуска. В 2021 году в России зарегистрировано 829 очагов бешенства среди диких, домашних и сельскохозяйственных животных. В Крыму 9 очагов. В Севастополе ситуация благополучная. Сейчас идёт второй этап осенней вакцинации против бешенства. Для домашних животных предусмотрены уколы. Для диких съедобные приманки с капсулой вакцины внутри. Брикеты ветеринарные врачи раскладывают под кустарниками на расстоянии 100 метров друг от друга, вблизи населённых пунктов. При этом сотрудники службы надевают специальные костюмы, бахилы, сидения машины покрывают плёнкой, чтобы животное не учуяло посторонний запах. Разбрасываем вакцину для диких животных, робестав. Это вот такие вот, как мылки. Так что, если вдруг встретите, в лесу сейчас лесники, грибники начнутся. Не трогайте. Это специально для диких животных. Оно именно просто вакцинируется, вырабатывает иммунитет на этот ген. И за счёт этого у него появляется противостояние этому вирусу. Иммунитет у животного сформируется через 21 день и будет держаться в течение года. Основной источник вируса бешенства в природе – дикие плотоядные, которые могут контактировать с домашними животными, человеком и заражать их. Благодаря профилактическим вакцинациям, эпизоотическая ситуация по заболеванию бешенством в Севастополе благополучно, говорят ветеринарные врачи. А очаги, которые были выявлены в начале года в Балаклавском районе, ликвидированы. После поедания, после раскладки вакцины проводятся диагностические отстрелы животных со 100 квадратных километров территории. Необходимо отстрелить 4 головы восприимчивых бешенства животных, которые в последующем направляются в лабораторию для диагностики, для определения того, съели животные приманку или нет. Весной при раскладке приманок было направлено 4 пробы материала в лабораторию. Во всех 4 пробах было подтверждено наличие маркеров к данной приманке. То есть это говорит о том, что животные, которые были направлены, съели приманки. Уже отработаны территории Орлинова, Балаклавы, Инкермана. Впереди Северная сторона и Кача. Следующую вакцинацию диких животных севастопольские ветеринары планируют провести в марте 2022 года. Какое наказание могут понести родители, оставив ребенка одного в машине? Работник переслал персональные данные своих коллег с рабочей почты на личную. Является ли это разглашением конфиденциальной информации? И может ли авиакомпания отсаживать ребенка в самолете отдельно от родителя? Ответы дадим в нашей постоянной рубрике «Есть вопрос». Ирина Петрова приехала в торговый центр за покупками и на парковке. Заметила, что в соседнем авто родители оставили своего спешего ребенка одного и ушли. Когда она возвращалась обратно, ребенок уже проснулся и плакал. Но родители еще не вернулись. Женщина интересуется, могут ли понести какое-то наказание горе родители за то, что оставили свое чадо в машине? Ребенка младше 7 лет, согласно ПДД, оставлять в автомобиле одного нельзя. Он должен обязательно быть под присмотром взрослого, совершеннолетнего человека. За нарушение родителей ждет административный штраф в размере 500 рублей. Александр недавно на работе наблюдал ситуацию, как его коллегу уволили за то, что он с рабочей почты пересылал на свой личный почтовый ящик персональные данные других сотрудников. Александр спрашивает, можно ли оценивать действия его коллеги, как разглашение конфиденциальной информации? Да, можно. Несмотря на то, что рабочий почтовый ящик принадлежит вам, предоставляет его компания. Она же имеет к нему доступ и может знать все о его содержании. Елена недавно со своим пятилетним ребенком летала отдыхать за границу. Когда в аэропорту объявили посадку в самолет, женщина заметила, что места у нее с ребенком не рядом. Елена спрашивает, может ли авиакомпания отсаживать ребенка в самолете отдельно от родителя. По федеральным авиационным правилам, ребенка до 12 лет должны посадить с родителем. В противном случае вы можете подать жалобу на перевозчика в Роспотребнадзор, Ространснадзор и прокуратуру. И в завершении выпуска расскажем, какая погода будет в Севастополе 29 октября. 29 октября в Севастополе переменная облачность, без осадков, ночью плюс 6. Днем воздух прогреется до плюс 17. Ветер северо-восточный, временами возможны легкие порывы. Атмосферное давление и влажность в пределах нормы. Температура воды у берегов Севастополя 14 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Следите за развитием событий вместе с нами. В студии работал Дмитрий Дудко, и я желаю вам всего доброго. До встречи в эфире.